Друзья, всем привет! Как вы могли заметить, у меня на канале, как правило, появляется контент развлекательного характера. Но в связи с сложившейся ситуацией в мире, я взяла паузу, просто не знала, что снимать. Настроения развлекаться не было. Хочу сегодня с вами поговорить немножко об актуальной проблеме, с которой столкнулась я. И думаю, большинство людей, которые смотрят сейчас за развитием ситуации в мире. Когда ты целый день читаешь новости, и каждое новое сообщение встречаешь с тревогой, стрессом, неопределенностью. И понятное дело, что люди в такой ситуации читают эти новости именно для того, чтобы снизить из себя уровень стресса. Но зачастую это дает обратный эффект. Что делать с этим, непонятно. В социальных сетях тоже, с одной стороны, вроде невозможно промолчать, когда совершаются такие перемены. Но и тут, при обсуждении этих тем, в социальных сетях все друг с другом начинают ссориться, доказывать каждый свою правоту. У каждого разная позиция, у каждого разная информация. Все эти расприи также приводят нас к стрессу, и от этого даже становятся дурно физически. Что делать в такой ситуации, и как вообще сохранить самообладание? Я хочу с вами поделиться несколькими советами, которые помогли мне, и возможно помогут вам. Первое важное правило, которое я выделила для себя, это нужно фильтровать информацию, или абстрагироваться от нее. Выберите для себя несколько основных источников информации, которым вы доверяете, и читайте их. Если у вас нет источников информации, которым вы могли бы доверять, то я бы рекомендовала просто абстрагироваться от информации, чтобы лишний раз не переживать. Из разряда «знакомая моей знакомой узнала вот такую страшную новость, что завтра будет что-то страшное». Следующий совет, который я могу дать, это не вступать в дискуссии в социальных сетях. В идеале, конечно, совсем не заходить в социальные сети, если различные новости вас очень тревожат. Споры в социальных сетях, как правило, это такой процесс очень эмоциональный. А в состоянии стресса и какой-то неопределенности многим людям свойственна агрессия. В горячем споре вы можете даже не заметить, как потеряете своих близких, своих друзей, если вдруг у вас разнятся точки зрения на какую-либо ситуацию. Следующий совет, который я могла бы дать, это переключитесь на физическую активность. И больше уделяйте время концентрации на своем теле. Спорт всегда отрезвляет мозг. Концентрация на своем теле, а не на окружающих обстоятельствах, поможет вам чувствовать себя лучше. Следующий пункт, который я могла бы выделить, это общение с близкими. Поинтересуйтесь состоянием своих близких, своей семьи. Узнайте, возможно, им нужна какая-либо помощь. Также, если вас очень сильно беспокоят новости, то старайтесь не обсуждать их с близкими. Оставить себе такой островок безопасности в кругу близких людей, в кругу семьи, где вы можете спрятаться от этой негативной информации, которая льется сейчас на нас со всех сторон. Также старайтесь больше обниматься. Тактильный контакт дает гораздо большее чувство безопасности, нежели слова. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы себя чувствуете в свете происходящих событий, как вы справляетесь со стрессом, если он у вас есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok